Курс целительной силы, том 1. Это является аудиокнигой. Вы можете ознакомиться с ней. В результате ознакомления, что вы узнаете? Хотелось бы вам рассказать, да? Что вы получите? Часть первая. Ознакомитесь, что такое очистки организма. Очищение толстого кишечника. Система очищения толстого кишечника. Очистка и восстановление функций толстого кишечника. Это упражнение. Симптомы, патологии, регулировки, признаки нормальной работы толстого кишечника. В большинстве видосов, которые имеются на ютубе, вообще в интернете, о таких вещах не говорится. Да, вот очистите дальше. А как это нормализовать? Как понять, что это все нормально работает? Ха, кто его знает. Так, далее. Печень. Вы узнаете о ее функциях. Что такое печень? Что она делает в организме? Далее. Наиболее простое и эффективное очищение печенью. Второстепенные чистки организма. Вы узнаете, что это такое. Чистка почек. Методики очищения почек. Основное положение очищения организма и поддержание в нем чистоты. Практика очищения. То есть, это уже пойдут практические примеры. Далее. Часть вторая. Питание и пища. Питание и пища. Знаете, не будем хватать чего-то там такого, откуда-то, этакого, сразу там. А, вот там какое-то. Какое же это там питание? Они все говорят. Кетодиета. Хретодиета. Вегетарианство. Сыроедение и так далее, и так далее. Не надо хватать, так сказать, звезд с неба. А вот первое, что надо знать, физиология пищеварения. С самого начала. Что там есть? Ферменты. Далее. Желудок. Тонкий кишечник. Что там происходит? Толстый кишечник. Что там происходит? А то, да нахрен вырежем этот толстый кишечник. Как Илья Мечников предлагал. То есть тот дядя, который стоит в основе этого самого учения об иммунитете. И который сморозил вот такую вот морозилку. Да, в толстом кишечнике там гнилостная микрофлора бывает. И то, и все. Давайте мы его вырежем. И вот мы один знакомый вырезали ему. Удаляя полипы, часть толстого кишечника. И все, и качество жизни стало в разы хуже. То он мог съесть что-то, да и нормально. А теперь он должен следить. Потому что если он съест немножечко не того, чего надо, он будет недельку сидеть на унитазе. Вот тебе и толстый кишечник. Далее. Отделение пищеварительных соков. Некоторые особенности связаны с этим. Симбиозное пищеварение. Другие характеристики пищеварительной системы. Практические рекомендации по нормализации работы желудочного и кишечного тракта. Кстати, вот. Я не буду фамилии вам говорить. А есть различные, так сказать, рекомендации по раздельному питанию. И есть такие просто-напросто как бы таблицы. Есть там схемы. Это с этим не сочетается. Это с этим не сочетается. Значит, это такая, как бы сказать, считается умная вещь. На самом деле это, ну, очень, очень и даже очень упрощённый взгляд на систему раздельного питания. На самом деле это намного сложнее. Намного сложнее. И если мы только схемку эту будем использовать, не понимая другие вещи и не желая понять, раз якобы схема работает. Мы очень малого добьёмся. Ну, просто очень малого. Далее. Пища, ведение. Как создаётся пища, состав пищи. Ну и пошли там эти витамины и так далее. Дань. Дань тому, что витаминам. И надо понимать, что витамины, витамины, морозы, те витамины, которые натуральные, это активные вещества, которые очень быстро портятся. Те же витамины, которые нам продают, да они лежат там годами. Активности у них ноль. Активность определяется тем, насколько этот продукт быстро портится. Вот это активность. А если он вообще не портится, а консервирует, то толку от этих витаминов очень-очень мало. Далее. Правильное сочетание пищевых продуктов, о чём я вам сказал. Практические рекомендации по перевариванию и усвоению пищи. Понимаете, вот этот вопрос вообще не поднимается. Переваривание и усвоение пищи. Якобы наша задача забросить еду в желудок. Далее организм сам всё сделает. Практика показывает, увы и ах, этого не происходит так, как мы думаем. А надо кое-что ещё знать, кое-что соблюдать, для того, чтобы это всё нормально заработало. И вот, пожалуйста, здесь. Часть третья. Питание, пища, практика. Качество продуктов. Рекомендации основаны на этом, на качестве продуктов. Далее, такая интересная вещь, индивидуализация собственного питания. Диета блаженства. Периодически настраивание пищеварения. Предостережение читателю. Пример удачного подбора индивидуального питания. Опросник для определения пропорции ДОЖ. ДОЖ – это основы вашей индивидуальной конституции. Человек, если так, тоже грубо мы берём, согласно восточной аюрведической концепции, он состоит из вещества, это вещество обогревается, и вдобавок в этом веществе идёт движение. И пропорция обогрева, движения и самого вещества влияет как на переваривание пищи, на её усвоение, на здоровье и на многие другие процессы. Но тут кратко сказано, только с учётом самого простого. Питание и продолжительность жизни. Пищевые добавки и способы приготовления пищи. Диетические блюда Бюрхера Беннера, то есть не просто, а взяты. Пищевые дрожжи, продукты пчеловодца, приготовление зерна. Блюда, рекомендуемые Сурен Авакишем Аракеляном. Заключение ОЗР, используемая литература. То есть вот она, лекция, ознакомительна по целительным силам, том 1. Давайте я сначала это всё сделаю. Вот, а потом, а потом уже приступим к остальному. Я вам только что прочитал, что вы получите в итоге, ознакомившись с вот этим первым томом. То есть это не кот в мешке, а я вам это всё дело показал. То есть у вас произойдёт расширение вашего кругозора и понимание, как надо следить за своим здоровьем с учётом очищения организма и нормализации собственного питания. Пробовать, естественно, потихонечку, не спеша, никто вас не гонит.